Светлый вечер на Радио Вера. Светлый вечер на Радио Вера. Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Кира Лаврентьева. Добрый вечер. Я Константин Мацан. У нас сегодня в гостях священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края. Это Ейская и Тимошевская епархия. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы сегодня с вами будем говорить о вас. Обычно священникам приходится, ну или не приходится, они призваны давать какие-то советы или просто размышлять о духовной жизни, отвечать на трудные жизненные ситуации людей. Но вот таким центром, сердцевиной нашей программы, будет разговор о вашем пути к вере, в вере и о том, как человек приходит к решению стать священником, как он чувствует это призвание и что к этому ведет. Вот об этом сегодня поговорим. Отец Константин, на самом деле ведь служение в регионах, далеко от Москвы, это совершенно другое служение и совершенно другая пастырская деятельность в плане сложностей, в плане организации работы прихода, общины. Скажите, пожалуйста, расскажите вообще о том, какой был ваш путь к священству, как вы к этому пришли и как вы сейчас там живете священником, пастырем? Ну, служу и живу я счастливо. Почему? Потому что, когда ты понимаешь, кому ты служишь и кому ты в итоге придешь, поскольку мы с вами понимаем жизнь не вечная, то ты и стараешься жить так же. И поэтому, что вот хотя бы просто для примера, да, вот почему счастливо я живу? Потому что счастье – это быть счастью, счастью супруги, счастью деточек. Вот, по сути, я и с тем, и с тем, и еще я счастью с Богом. И когда ты счастью, то ты целый. То есть, говорят, хочу найти свою вторую половинку. Вот когда ты нашел, ты стал целым. Вот я нашел и вторую свою половинку, и нашел деда как части, нашел самое главное – Бога. Поэтому живу счастливо. А Господь еще даровал еще и тех людей, которые тебе сердцу приятны. Да, конечно, бывает в нашем жизненном пути разные люди, которые, даже я скажу, порой нужны больше тебе, чем ты им. Потому что ты учишься, если хочешь учиться. Конечно, можно и бить себя в грудь, что ты всезнайка. Но, на самом деле, Господь тебе показывает таких людей, которые дают тебе посмиряться. А как встретились с Богом? Это была удивительная встреча. Вообще, у меня папа священник. Если вот просто вот кардинально, когда я встретился вот окончательно, бесповоротно, наверное, это, когда уже в семинарии учился. То есть я поступил по желанию, а вот утвердился именно там. Если по предисловию, да, у меня отец священник, он в свое время работал в правительстве, родился он в самом монастыре, но вот так вот путями, ведом-неведомо... Родился в монастыре? Да. Мы просто не доехали до роддома, и он родился в монастыре. Вот она судьба. Да. Вот. И вот по его доброму примеру, на самом деле, мы с вами понимаем, в церкви, как и в живой организм, люди, есть плюсы и минусы свои. И вот, наверное, благодаря Богу, я видел лучшие плюсы. Это вот как папа общался с такими священниками, как отец Николай Гурьянов. Это вот такой вот уровень священники, с которых можно брать добрый пастырский пример. И меня это утвердило. То есть вот я хочу вот на лучшее равняться. Не могу ошибиться, но, по-моему, кто-то из французских философов, писатель сказал, что все, что хорошее и доброе, то мое. Вот именно в этом примере. И вот его служение, когда он уже... Сегодня, давайте скажем так, что мой папа, он благочинный. Владикавказская епархия. Это город Беслан, где Тарак с детками был в школе. И вот я видел добрый пример, когда тебе никто не заставляет. И это в СМИ не показали. Когда священник вышел и говорит, вот он я, заберите меня, дайте хоть каких-то детей. В те самые дни Таракта. Да, да. И ты понимаешь, что в одну секунду ты можешь остаться без отца, и в то же самое время, будучи подростком, ты понимаешь, что вот этот подвиг, это вот подвиг ради Христа. Не могу сказать, что это честный сильно был ответ, но вот эти Таракты, они сказали, что мы священника возьмем, расстреляем, но детей не отдадим. Поэтому вот этот обмен не получился. Ну, понимаете, когда в СМИ, или правильно сказать, в антисми показывают худшие примеры, там, за рулем пьяного священника, а вот таких добрых не показывают, тогда возникает вопрос, а на что равняться? И вот это меня поддержало, и много других примеров можешь привести, но всё-таки это вот маленькое предисловие. Почему? Потому что был всегда живой пример. А вот который сейчас я историю расскажу, это вот когда в твою душу входит Господь. Когда я ещё на первом курсе семинарии, я учился, у меня уже детки были, как бы я уже трудился, работал, как бы осознанно всё это было. А сколько вам было лет на первом курсе? Мне в 19, я вообще очень рано женился, я в 18 женился, ну, где-то в 19, ближе к 20 я вот в семинарию поступил. Но у нас получилось так, что каждым постом владыка благословлял, митрополит и сидр, семинаристов из Павеции причащаться. И, знаете, как-то ничего такого сверхъестественного не предвещало. Мы с моим однокурсником, уже сегодня это священник, мы с ним подготовились, вычитали всё, попастились, ну, всё как положено сделать для души и пользы. И вот подхожу я на исповедь. Поисповедовался, я отхожу, думаю, ну, вот знаете, как вот, ты вот в ванну зашёл, как бы там, после спорта там, и вот такой же грязный вышел. Я вот после исповеди обычно как-то чувствую, ну, хоть какое-то облегчение. А здесь отошёл, и я как ноль, как с нулём подошёл, с нулём и отошёл, то есть никакой. И вот у меня такие вот, знаете, внутренние испытания стали без эмоций. Я вот в плане Божьей я всегда очень трезв. И иду, думаю, вот как мне правильно поступить? То ли не дерзать подходить к причастию, ведь священник выходит и говорит, со страхом Божьим и верой приступить. Не подходить. Или же всё-таки провести послушание владыке, который превыше поста и молитвы. Я думаю, ну, я готовился, как бы моя сувь светом чиста, то, что я не чувствую облегчения, значит, нужно будет ещё раз потом покаяться, чтобы вот эту радость чистоты души почувствовать. Я подхожу к причастию, открываю рот, называю имя, открываю рот, мне даёт маленькую частичку, и у меня внутри, знаете, какой-то вот такой прям взрыв происходит. Знаете, я вот, можно сравнить это, вот когда ты в ванной лёг под воду и лежишь-лежишь, ты уже понимаешь, что всё, ты задыхаешься. И вот тут ты в Ирине вынурнул, и вот он, этот колесо рот, без которого ты жить уже не можешь. И вот у меня так же я вынурнул, и слёзы хнылые, и горячие чувства, и внутри такая радость и спокойствие. И ты понимаешь, что вот ты счастлив. Ты понимаешь, что в этот момент, что Господь тебя настолько любит, что, по большому счёту, всё Господь так управит, что твоя семья будет в любви Божией, и всё с ними будет хорошо. И вот даже если бы тебя в этот момент убивали, ты бы однозначно за этих людей благоверил Бога, что вот этот момент, они сейчас лишат тебя жизни временной, но ты с радостью встретишься в жизни вечной. Что Господь тебя сейчас вот так вот с распространёнными объятиями примет. Вот это вот, наверное, момент, можно чуть-чуть, конечно, продолжить. Вот я отходил, я не чувствовал землю под ногами. Ведь я подходил, я эмоционально, как-то эйфорийно не накручивался. Просто вот объективный анализ. Стоит подходить, дерзать или не дерзать. То есть вот ты идёшь, ты не чувствуешь землю под ногами. Тебя просто вот как несёт. Я вот иду и думаю, Господи, дай немножко похоронить в это вот. Сохранить хотя бы на мгновение эту радость, эту благодать, эту любовь твою в сердце, в душе. И я понимаю, с далека вижу, вот в семинаре их такой инспектор. Он смотрит за порядком, как бы дисциплиной. Я с далека вижу, что он прям злой стоит. И я ловлю себя на мысли, что я забыл выключить утюг. И я понимаю, что он меня сейчас будет ругать. А я не хочу это потерять. То, что вот Господь мне на секунду эту дал. И я думаю, ну, как будет, так и будет. Как Господь управит. Я к нему всё ближе и ближе подхожу. Ну, мы же идём как-то вот на запивочку. Я подхожу ближе к нему, и он видит меня. У него глаза округляются, и он шаг назад делает. И слово мне чуть ли ротнее приоткрывает от моего внешнего вида. И он отходит на шаг назад. Я прохожу мимо него, встаю в уголочки и вот хочу это похоронить. Потом я уже пошёл во семинаре, увидел, что всё это выключили. Но вот это вот момент, как, ну, допустим, духовник в семинаре говорил, что это вот именно то, что Господь даёт тому человеку, которого ищет. Знаете, можно, может быть, заповедь Нового Завета, заповедь блаженства сказать, «Блажение чистым сердцем, якобы Богу узрят». Вот, может быть, Господь огромным авансом, может быть, даже по моим достаткам, он, наверное, всё-таки больше по какому-то недостоинству, показал, к чему идти, к чему стремиться, и анализ. Вот это земная жизнь, а вот это небесная. Вот это вот моё утверждение, когда... Ведь я мог закончить семинарию, не прописать прошение на рукоположение, остаться в миру, по сути. Я вам даже критично скажу, что до церкви я гораздо больше зарплату в десятки раз имел, чем в церкви. Можно в это верить, можно нет. Но вот это богатство, оно ни с чем измеримо. И постоянно ты пометуешь о том, и ты понимаешь, к чему стремиться в итоге, и к чему людей вести. Вот это вот, что утвердило во мне веру Богу и желание быть с Ним счастью, быть с Ним счастливым. Но это опыт, потрясающий рассказ, о котором вы нам поведали. Это опыт, он же не может быть регулярно воспроизводимым, наверное. Он единичный. Там можно вспомнить хрестоматийную историю про преподобного Силуана Афонского, который пережил очень близкую встречу со Христом, этот подлинный глубокий религиозный опыт, и потом 40 лет чаял повторения. И ждал почти всю жизнь, по сути, свою монарскую. И испытывал огромное искушение. Да, и стремился к тому, чтобы что-то подобное ещё раз пережить. А вот как жить дальше, когда ты всё дальше от этого опыта уходишь? Дальше он остаётся всё больше и больше в прошлом. Всё больше и больше напоминает такую первую любовь, которая, естественно, образом со временем тускнеет. Может быть, не становится менее важной, но переживаешь, что я всё менее и менее интенсивный. Ну, я вам честно скажу, что я его более в таком не переживал. Что-то очень-очень отдалённое, конечно, радость у престола, когда ты стоишь, руки воздеваешь, и же херувимы. Конечно, это очень отдалённое, но всё равно ощущение Бога. Тут чистый аванс. Тебе напоминать, и вот как... Может, не совсем будет правильно, но это вот как Кант сказал, по-моему, если не ошибаюсь, обжёгшись на молоке, дуешь и на воду. То есть всё равно ты ощущаешь, вот по его словам, что это горячо. Так и здесь, когда ты служишь, ты вспоминаешь вот это состояние своё, и понимаешь, к чему дальше идти. Священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских станиц Ленинградская в Краснодарском крае, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Отец Константин, а как менялось ваше ощущение священства, если сравнивать вас с сегодняшнего и вас, того священника, который рукоположили, например, там, неделю назад? Ну, наверное, чётким словом можно обозначить «повзрослел». Потому что всё равно, чем дольше ты служишь, тем больше ты опыта набираешься. Сначала где-то ты на какие-то вещи очень эмоционально и по-детски относишься, а потом ты понимаешь, что надо... Знаете, как Иоанн Крестьянкин, если я не ошибусь, ты сказал «трудитесь, а успех положите на Господа». А когда ты в начале своего служения, ты хочешь всё и сразу, и очень быстро, то есть какой-то результат достигнуть. А вот сейчас ты понимаешь, что иногда просто нужно всего одно предложение сказать, чтобы человек его переварил, а потом уже на эту почву переваренную дальше сеять. Ну, как, знаете, вот на Кубани взрыхлили, удобрили, и потом уже начинают сеять. Вот так и здесь. А повзрослел? Если убрать очевидный смысл, просто повзрослел, потому что повзрослел, годы идут, время идёт, жизнь течёт своим чередом, какие недостатки есть у этого возрастления? Есть ли какая-то привычка, или, может быть, выгорание, или, может быть, какой-то, знаете, профессиональный цинизм, как у хирургов? Ну, есть один. Вы знаете, я служу в храме, который около кладбища. И, по сути, этот храм живёт только за счёт отпеваний. Почему? Потому что на Кубани очень, к сожалению, развита суеверие. Если в этом храме отпевать, значит, мы не будем стопроцентно венчаться. Ну, и за редким исключением может быть детей по кресте. То есть там в основном одни отпевания. Да, это 90%, даже, можно сказать, 95%. И когда ты постоянно вот находишься на отпеваниях, бывает, к сожалению, сначала ты очень сопереживаешь, ты всё это через себя пропускаешь. Потом всё равно ты начинаешь видеть, где фальшь слёзная, где на самом деле душевное переживание, где бывает вообще какой-то абсурд. Ну, к примеру, просто. Ну, может быть, это эмоционально становится, а с другой стороны, ну, как на это реагируют, к примеру, да? Когда женщина начинает усопшему мужу по щекам бить, вставай, негодяй, ты меня бросил и тому подобное. То есть ты на это смотришь, как, ну, это недуховное. Ну, это психика, да? Да, да, да. И ты понимаешь, что надо вот как-то к этому не духовно, а чисто, спокойно, ровно отнестись. Где-то её успокоить. Тут чисто эмоционально уравновешенность должна быть. Конечно, ты уже более ровно. Я вам честно даже признаюсь, я иногда просто глаза закрываю, когда отпеваю, чтобы не видеть людское безразличие эгоизму. Это очень часто, очень часто, я бы сказал, в 50%. Они пришли поставить галочку, а ты не можешь на эту галочку смотреть спокойно, потому что мы сейчас трудимся о душе, мы сейчас обращаемся ко Господу, о вечной памяти, о вечном покое просим, а им всё равно. И на это всё равно очень, всё равно болезненно смотреть. Вы, наверное, пытались говорить какие-то разгромные проповеди, чтобы людей встряхнуть после отпевания. Да, конечно. И это действовало? Ну, знаете, по-моему, если не ошибусь, Иоанн Злату сказал, он говорит, «Когда я выхожу на проповедь, я говорю не для тысячи, а для одного стоящего, который меня услышит». Вот, наверное, это так же. Сеешь, а где взойдёт, там уже Господу угодно, промыслительно. Порой же Господь нас сводит с какими-то людьми даже не для этих, допустим, двух людей, а для третьих. Ну, например, мы сейчас сидим с вами в студии, вот с тремя, да, допустим, с Константином мы никогда толком не общались, ну, может быть, когда-то я комментировал его какие-то посты, да, а вот сегодня он что-то услышал, вот мы с тобой общались, а он что-то услышал, вот что-то уже третий человек приобрёл для себя. Может быть, девочки, которые там сидят с нашим, сейчас эфир пишут, что-то для себя приобрели. То есть Господь порой управляет так, чтобы не ты и не напротив тебя человек сидящий приобрёл, а третий, которому, знаете, есть такое выражение, нам нужно держаться, потому что некоторые держатся за нас, ещё даже которых мы не знаем. Это вот к вопросу, зачем мне жить, в чём смысл жизни, да в том, что ты ещё ни всё не увидел, ни всё не узнал, а источник этой жизни – это любовь Божия. У нас часто на программе гости, священники говорят, что у священников, как и у хирургов, есть своё кладбище. Те, ну если у хирургов, это у врачей, какие-то те жизни, которые не удалось спасти медицинским путём, у священника – это вот те советы, которые пошли не во благо, или которые, может быть, были правильные, но не смог человек, не готов был человек их адекватно воспринять, и, последовав им, опять-таки, какие-то ошибки начался совершать. То, где, пытаясь не навредить, всё равно навредил. Вот для вас что это проблема? Я вам скажу, что меня в этом плане Господь помиловал. Я ни одного ещё в свой адрес не услышал такого комментария, что вы мне как-то вот впрямую, косвенным образом навредили. А вот что, когда ты выкладывайся, выкладывайся, вот, там, к примеру, для одного человека, который достаточно хороший парень, здесь в Москве живёт, вот ты для него выложился, а он просто тебя не услышал. То есть ты ему всё дал. Вот он не так давно ко мне приезжал туда погостить, но вот ты для него всё сделал, условия создал, чтобы вот он со своим одним определённым недугом справился, всё сделал. А он вот как только расслабился, его опять понесло. То есть винить себя не вижу смысла, потому что я ему всё дал, что только я мог. Мне мои даже свечницы говорили, это у вас новый ребёнок появился, а вы с ним так вот нянькаетесь. С другой стороны, ну вот, не захотел человек. Отец Константин, а если, допустим, вспомнить примеры, когда, если они были, не когда вы уделили максимум внимания, а когда, наоборот, человек попал под вашу усталость, пришёл в храм, когда вы были уставший, замученный, замотанный, например, там на первой или последней неделе Великого Поста, а он пришёл вот с каким-то вот жизненно важным вопросом, который, может быть, вам показался на данный момент не таким уж центральным в череде ваших постоянных хлопот и послушаний. Ну, в храме у меня не было такого. В храме они, наоборот, постоянно говорят, батюшка, нам уже некогда, надо идти. Вот, а вот с интернетом, с соцсетями были таки пару случаев, когда, ну, надо понимать, что когда у тебя десятки тысяч подписчиков в совокупе в соцсетях, то много очень вопросов. Вот мне, ну, хотя взять в соцсети Инстаграм, в день около ста писем приходит, только лишь вот в этой соцсети. И физически не всегда успеваешь ответить. Бывает, там, в течение нескольких дней отвечаешь. И было пару дней, фу-пару раз, когда вот там затягивалось этот ответ, и мне потом написали, что я так нуждалась в скором ответе и не дождалась его. Но уже у меня вот так вот всё разрешилось, и не так, как я вот ожидала и хотела, а нуждалась в вашем совете. Ну, винить себя, да, что вот не хватило сил, что вот та же усталость где-то сказалась. Вот, ну, это тоже для меня определённый жизненный опыт, урок, что надо вот нести свой крест более благоговейно. Потому что я вот к этому труду в соцсетях отношусь именно как к служению Богу. Потому что я не там просто картиночки выставляю. За этими картиночками большие боли, большие такие интересные истории и порой искалеченные судьбы. А не тяжело эту ответственность нести? Десятки тысяч подписчиков в Инстаграме. И вы этих людей лично не знаете. Мы же часто от учеников слышим, что вот какой-то совет, какая-то рекомендация или уж тем более там благословение, особенно если речь идёт о каком-то категоричном вопросе, уместно тогда, когда ты человека знаешь и с полной ответственностью можешь вот ручаться, что вот я вот тебя там на это благословляю. Если потом получится хуже, я рядом с тобой буду все последствия разгребать. Ну, например, мы говорим с вами об общении с людьми далёкими, с людьми, которых вы, может, даже никогда не встречали, может быть, не встретите. Какая в этом специфика для вас, как для пастора? Тяжёлый вопрос, честно признаюсь. На самом деле, если я затрудняюсь с каким-то ответом и человека не знаю, то я сдаю свой личный телефон, и мы час, порой даже два было, общаемся беспрерывно. Ну, понятно, что это, скорее всего, там WhatsApp какой-то, мессенджер. Вот, чтобы я мог понять, где человек фальшивит, где реально ему нужно, где ему просто нужно высказаться, и этого достаточно, чтобы вот душеньку его успокоить и к Богу привести. А вот вопрос, когда людей не знаешь и кратенько ответить, у меня два выхода из этой ситуации. Первый советую всем, потому что, к сожалению, вижу разных священников. Первый совет. Честно сказать, я не готов ответить на этот вопрос, потому что я не знаю ответа о нём. У меня нет жизненного опыта, или я не сталкивался с этой ситуацией, или, как минимум, мне надо посоветоваться, а не сразу. Вот ты знаешь вот это, вот это, и человек пошёл уже по наклону, и не в ту сторону. Это первое. А второй момент, это вот какие-то попросить ещё хотя бы нюансы, спросить, чтобы вот понимать, что человек нужен, ну, не просто там с потолка, а хоть что-то уточнить. Ну, вот, как бы я же говорю, я в этом плане счастливый человек, что у меня ещё не было таких прецедентов, что я бы там прям разгребал бы эту яму. Я, по сути, что, ну, лет, может быть, семь в соцсетях, ну, вот, пока не было, слава Богу. Священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской, Краснодарского края, Ейской и Тимошевской епархии, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. В студии Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы вернёмся через несколько секунд. Светлый вечер на Радио Вера Светлый вечер на Радио Вера Субтитры создавал DimaTorzok